С каждым годом, к сожалению, все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны. И перед каждым из этих людей мы в большом долгу за то, что они защитили нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков и обеспечили всем нам мирное будущее. Поэтому 9 мая так важно поздравить ветеранов с праздником. В эстафете поздравлений ветеранов с Днём Великой Победы активное участие приняли представители Славянского района. В центре всеобщего внимания были ветераны Великой Отечественной войны. Они вынесли на своих плечах все тяготы войны и освободили страну от оккупантов. Их осталось, к сожалению, совсем немного. 9 мая были проведены адресные концерты и поздравления ветеранов. Вилли с украшенной флажками создавал атмосферу настоящего праздника. Торжественным маршем прошел по улице отряд юнормейцев. Глава Славянского района Роман Синеговский тепло поздравил Мальвину Ивановну Порядину, которая в составе партизанского отряда отважно боролась с захватчиками. День Победы – это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и, прежде всего, дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Вам спасибо, что вы в свое время восстанавливали страну с руин после войны, трудились, занимаетесь патриотическим воспитанием наших детей, растите новых героев, здоровья и мира нам всем. Всего вам самого доброго. Мальвине Ивановне были вручены памятные подарки. Ей было очень приятно, что ее не забывают. Она поблагодарила всех за внимание к ней. Спасибо вам за внимание. Желаю я от всей души здоровья, всем счастья. Этот праздник для меня самый дорогой. Песня о долгожданной победе. Что может быть лучше в этот замечательный день? Песня о долгожданной победе. Песня о долгожданной победе. Песня о долгожданной победе. Мы все прошли через пламя и мир, подившим слава и слава жены. Песня о долгожданной победе. Песня о долгожданной победе. Николай Иванович Демченко во время Великой Отечественной участвовал в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, проявил мужество в боях. Прозвучали теплые слова поздравлений в его адрес. Спасибо вам за все. Спасибо за мирное небо, что у нас была возможность жить, расти детей. Спасибо за то, что восстанавливали страну с руин. За все спасибо. Крепкого вам здоровья, мира, добра нам всем и благополучия. Всего вам самого доброго. Много добрых слов было сказано и вручены подарки. Спасибо деду за победу. Слова этой песни как нельзя лучше отражают мысли и чувства многих. Спасибо деду за победу. За то, что мы сейчас живем. Спасибо деду за победу. Мирное кратное ура. Ветерана Великой Отечественной войны Трояна Алексея Ефимовича приветствовали юнормейцы. После теплых слов благодарности за мужество и героизм была сделана фотография на память. Атмосферу настоящего праздника постарались создать для ветеранов славянские артисты и все участвующие в этих мероприятиях. Они подарили ветеранам и их близким хорошее праздничное настроение.